вкусная радость приветствует вас друзья мои здравствуйте все кто заглянул ко мне на канал я стану партнягина всех приветствую друзья мои если среди вас есть какие-то ничтожные человечешки потому что это последнее время гадости пишут прошу вас сразу удалиться и если кто-то мне напишет гадость я даже читать не буду вот если увижу какой-то негатив да я сразу блокирую и вы больше сюда не попадете поэтому проваливайте сразу меня это раздражает вот надоело отвечать всяким уродом на то что они там умничают делают мне замечание пусть покажут мастер-класс мастер-класс покажите свой а потом будем уже разговаривать с вами поэтому и надо свои вот эти вот отражения вешать на других людей если вы сами ничтожество то извините это ваша проблема так что проваливайте иначе я сразу заблокирую нечего вам тут делать и ко мне приходят только свободные здоровые очень приятные люди граждане мира вот так что все граждан мира приветствую и не только граждан может быть какие-то животные меня с гражданами смотрят обожаю животники вас друзья сегодня у нас испытание моего творчества моего кулинарного творчества вот лежит эта пачка творога до сегодняшнего дня до по сегодняшний день я думаю что с ней сделать итак друзья я решила сделать такие оладьи картофельно-творожные творожники картофельные блин вообще вот я представление не имею что получится за вкус вот не вареник с картошкой ну я я сначала хотела сделать ленивые вареники потом подумала сделать ленивые вареники с картофелем сырым а потом подумала что не хочется тут вареного хочется поджаренного и решила вот сделать таки поджаренный короче говоря сегодня испытание моего кулинарного творческого потенциала моих кулинарных возможностей знаний и творчеством вот друзья помогите мне морально поддержите меня короче для этого я взяла 200 грамм творога одно яйцо 2 картофелины морковка у меня для цвета потому что цвет будет нам не ахти я все время в драники добавляю морковку растительное масло на котором жарить соды я решила добавить чуть-чуть потому что ну чтобы разрыхлилась блинчик сахара немножко соли по щепотке и муки я не знаю сколько будет мы сейчас все это замесим потом будем давать муку и посмотрим в процессе что у нас получится да поможет нам вселенная в эксперименте в испытании что было это вкусное новое блюдо приступаем так друзья начатом я взяла миску удобную для меня и терку картофель будут на мелкой вот такой терочке вот потому что обычно драники я делаю так и сам а сейчас буду делать на мелкой ну дабы все это успело прожариться так натираем две картофелины и одну морковочку вот вкусненько получилось знаете я не знаю как будет сода играть с картофелем вообще не представляю если с творогом я знаю а как с картофелем к сожалению я не знаю добавлять буду обязательно потому что мне надо чтобы разрыхлилась потому что творог это тяжелая влажная масса картофель тоже поэтому я решила все таки немножко добавить соль теперь натираем морковочку тоже на мелкой терочке чтобы она нам дала такой красивый цвет я конечно могла добавить куркумы на данном этапе я ничего не буду добавлять но кроме элементарной соль и сахар сахаром добавлять для баланса они конечно будут не сладкие сами знаете что сахар добавляют как бы для гармонии вкуса говорить так какой наверное вкусный вкусные такие оладушки могут получиться сырники или драники я не знаю мороженые драники или сырники картофельные вообще посмотри что у нас получится в идеале конечно больше творога получается творожники картофелем нет творожники картофельные или драники творожные нет творожники сырники картофельные а творожники нет уж напишем творожники тогда не сырники ну ладно в процессе как говорится Еще у нас может быть что-то поменяется Какая-то мысля Кстати, а как вот Творог с чесноком Это вообще вкусно, нет? Я не знаю А вы? Знаете, творог с чесноком это вкусно? Есть такие закуски, которые делают Такую зеленью, чесноком, да? Это кавказская, по-моему, пухня, да? Если я не ошибаюсь Я не ела и могу только предположить Да, где-то слышала в памяти В звукоточках памяти где-то что-то осталось Единственное, что, конечно, кавказскую кухню Я пробовала в Ленинграде Да, именно в Ленинграде В Ленинграде, когда там училась Я ходила в чебуречную Боже, это как это было? Обычная столовка, она просто называлась чебуречная Ну, это да, это кафе может быть, да? Но вкусно Чехах... Чехахбили... Чехахбили... Ой, простите, надо попить Что там было более... А, чехахбили, чебуреки, чинахи Это что-то было необыкновенное, потрясающее Вот такая штучка Вообще... А, еще шурпа Блин, я даже не знаю, какая там... Там, наверное, смесь была разных кавказских этих среднеазиатских кухонь Но было необыкновенно вкусно И не помню, что я там пила Но, представляете, мне было там 16 лет Я что там помню? У меня вообще почему-то моменты... Ну, что ж такое? Моей учебы как-то там... Так, добавляем... Ой, друзья, что это я сюда затолкала? Не туда Не туда ножик затолкала Ой, чай у меня на травах с имбирем Вообще обалденный Разбиваем сюда яйцо Ну, я так предположительно взяла одно Ну, как бы для скрепления, да? Так, сейчас быстренько размешаю Чтоб уже картофель не сильно потемнел Хотя в морковке он не темнеет Так, сейчас сразу же добавлю я щепотку соли Да, так... Ну, примерно какая у нас будет масса, да? По вкусу, чтобы уже... А сахара так вот, чтоб нейтрально Но пол чайной ложки, наверное Уже не ошибиться Пол чайной ложечки сахара Так-с... В общем-то у меня, по-моему, столько же и соли было Нет, даже меньше Так-с... Ещё разочек размешиваем И, конечно, я дам немножко постоять тесту Потому что здесь творог, да? И надо, чтобы сода поработала Добавляем 200 грамм творога Творога, как правильно? Ну, нормально Ещё нормально Пахнет хорошо Ничего не пропало Так-с... Будем уверены, что у нас эксперимент удастся Так... Вот такая вот масса у нас получается Размешиваем всё это Я думаю, наверное, ручками было бы лучше, да? Давайте я сразу Добавлю сюда и соды И потом уже ручками я размешаю Потому что Как бы ручками Хорошо бы только сода не испортила нам ничего Давайте тогда так вот Вот я добавлю пол-ложечки Не ложку Для того, чтобы уже так вот Немножко было разрыхлителя И нам в то же время Не испортило нам вкус Так... Ладно, я сейчас сначала вилочкой А потом муки добавлю И уже, наверное, может быть Посмотрим Жира здесь никакого не будет Потому что это всё будет жариться на жиру Вот Я, кстати, думаю, что Если добавить вместо сырого картофеля Отварной картофель То можно даже замесить тесто, да? И что-то во фритюре пожарить Или, может, булки какие-то сделать Тоже будет оригинально Нормально такое, жидковатое Сколько тут у нас муки уйдет Ну, такое, вот смотрите, какое, да? Да, оно Довольно жидковатое такое Так Хорошо, чтобы Хорошенько творожок сейчас размешаю Чтобы уже не промесов не было И добавляем мы Так, наверное, сразу в стаканчике хлопну, да? Как вы думаете, не переборщу? Не, не переборщу На такую массу влажности много очень Стаканчик Окей Такс Замешиваем Ну, конечно, нам надо замесить Такое тесто, чтобы было удобно формовать Хотя можно и ложка, как я драники выкладываю Сейчас посмотрим Что-то я подумала, а вдруг Может, их в духовке испечь? А? Что-то получится у нас Не знаю Так, все, друзья Сейчас я ручками Потому что тяжеловато уже замешивать Так Так, давай Открепайся Что ты там выпендриваешься? Ой, что это я тут размахалась С своими крыльями А у вас крылья? У вас есть крылья? Да, я думаю Все мои подписчики свободны И у них обязательно есть крылья? У вас обязательно есть крылья? Так Ну что, тогда придется формовать, наверное, дучками Потому что оно такое Я больше загущать не буду Сейчас я покажу Я вам его Сейчас я вымешу Мне надо попробовать на Немножко Очень приятно сырая картошка Так, ну все Тогда я дам Я больше добавлять не буду Конечно, оно все липнет Но Я просто буду Как сырники Замешивать их Вот Поэтому Вот так Поэтому вот так Знаете, что у меня пришла мысль такая? Прошу бы, конечно, кусочек сливочного масла Но я не буду Давайте вот Чуть-чуть растительного масла Чуть-чайную ложку Не знаю, почему мне захотелось Как это Что-то вот Какую-то жириночку добавить Оно не будет жирное Но Чтобы какая-то такая вот Ну, вы знаете, что жиринка Она Как бы немножечко такой вкус придает Да? Вот Так 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 Теперь главное разобраться Вот Муки у меня больше нету Сейчас я пробую я вот так сделать Попробую вот так Объербанить все это Так И, конечно, тесто надо, чтобы постояло Как и все, что мы готовим обязательно Для того, чтобы мука у нас Крековинка разошлась Набухла Поэтому Друзья мои Приготовим растительное масло Сковородочку На которой мы будем все это Жарить Я, кстати, думала сначала во притюре Но Просто Вот честно говорю Тупо зажало масло Ну, правда Это, ну, вот как-то это не экономно Понимаете Потому что я же редко это делаю Где-то масло вылить Вот Поэтому Вот так вот Поэтому, поэтому Он и шел Вот я бла-бла-бла Так, давайте так, друзья Сейчас накрою Так И Немножечко муки еще Поставлю Ну, чтобы делать Формовать Я накрываю И пусть Немножко тесто постоит У нас Оно должно Заработать Не знаю Минут 10-15 точно Итак, друзья Не знаю, сколько прошло Может, минут 15 Может, 20 Фиг его знает Смотрим, что у нас тут происходит Какая такая интересная штука А что происходит Ничего не происходит Немножко, по-моему, надулось оно По-моему, оно немножко раздулось Так Ага Тарелку надо убрать Так Мне же надо Это тоже сюда Так Надо же формовать, да? На что? На что-то На что-то Что-то есть у бегемота Это что-то Это что-то Что-то, что-то есть у бегемота Так, доска не пойдет Она гибкая Возьмем вот такую блюдю Так Блюдю Поставим сюда Так, друзья Наверное, давайте так Так Присыпаю Стол мукой Да Так И блюдю надо тоже Блюдю Тоже мукой надо присыпать Блюдю мудю Блюдю мудю Будю 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 Так Стол мукой Руки Сюда поставить Чтоб Сейчас все поперепачкаю Так Вынимаем тесто Да Липковато, конечно Так Так Побольше муки Чтоб уже Не колбаситься Зря Ой, ну, ну, ну Дорогой мой Мне не нравится Что-то выпендриваешь Стиль Не выпендривайся Натурный Так И так Мы будем делать Корбасу Корбаску Присыпаем Присыпаем А то Вот так вот сделаю Что-то поналипло Так и будет вылипнуть Пока не очистишь Так Колбаску эту Припыляем Так Зачем надо было Ну, ладно уже Зачем я Зачем Зачем Эту тарелку Взяла А можно было Вот здесь Вот положить Так Не хочется Разрезать ее Потому что Сейчас опять будет Так Ну, ладно Наверное, хватит Так Теперь нам нужно Взять нож Нож Вот Вообще Вот Систему Я вот Не знаю Как Аккуратненько Вот так У меня нет Как-то Я не фанатка Сырников Поэтому Вне Я бы ела их Каждый день Серьезно говорю Но как-то Вот У меня сын Не любил Сырники Поэтому я как-то Не привыкла Их прям Как говорится Как на производстве Ну Так Давайте попробуем Вот такими кусочками Ага Режется Не как сырник А так же Картошка Тянется Так Ну что Вот так вот Форма Не важно Какая Главное Чтобы оно Пропеклось Для меня Это важно Так Вот такую Шточку сделали Так И короче Короче Друзья Постоянно Придется Блин Короче Я сейчас Сначала Наделаю Этих штук Муки Побольше Чтобы 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 Ну что Это Такое Тянется Картошка Поэтому Они Немножечко Сплюскиваются При нарезке Это Естественно Конечно Это Естественно Так Так Друзья Я не буду Заморачиваться Кругляши Там Потому что Это Лишняя Возня Мышинная Понимаете Ниже Их не на выставку Мне Главное Эксперимент Что-то Вкусно Будет Я надеюсь Новое Блюдо 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 Ой Где-то Толстый Сделала Наверное Придется Побольше Расплюснуть Потому что Чтобы Равномерно Прожаривались Ну вот так Где-то Сантиметр Толщина Будет У нас Не знаю Наверное Придется Все-таки На Этой На Среднем Огне Под крышкой Потому что Все-таки Здесь Картофель Это Вам не Творог Который Уже Готов Картофель Когда Он В Драниках То есть Картошка Она Как бы Да Свободном Полете Да Картошка Получается Ее Ничего Не Мешает Ей Готовиться А здесь У нас Еще Творог 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 Сырой Продукт Влажный Вернее Сказать Не сырой А влажный Неправильно Выразилось Так Неодинаковые Получается Потому что Надо сначала Нарезать А потом Уже Формовать А я Уже Как это Чукча Ладно Пусть Будет Так Я Уже Буду Как Чукча А Чукча Чу Не Ждет Рассвета А рассветов Чу Нет Почему Не расстраивайтесь Просто Полярная Ночь Будет Рассвет Когда Рассвет Ну Весной Наверное Будет Рассвет И Будет Февраль А у нас Уже Есть Февраль Дубариловка Такая Так Друзья Давайте Я без Вас Наделаю А то Сейчас Начну Или Погневить Троллей Троллей Я Вас Гневлю Так Короче Сейчас Вот Правда Нарежу Так Вот Таракашек Таких Картошка Конечно Конкретно Тянется Ничего Через Терник Звездам Помните Такое Кино Было В советское Время Через Терник Звездам Сейчас Наверное Тоже Можно Посмотреть Его В интернете Да Так Так Конечно Можно Это Такой Первый Мой Фантастический Фильм Ну И Наверное Последний Потому что Я больше Не смотрела Фантастику По крайней мере Я не помню Я не люблю Фантастику Не люблю Я Фантастику Не Понимаю Я Вот этот Бред Который Люди Сочиняют Кстати Могу Поделиться С вами Я тут Решила Думаю Ну Не сейчас Конечно Еще в конце лета Думаю Блин Ну Что ж Такое Вообще С книжками Проблема Ну Потому что Надо Все Нужно Спонсировать Рекламу Надо Спонсировать Надо иметь Бобосы От Семи тысяч За книгу Не меньше Ну На рекламу Я имею ввиду И то Семь тысяч Это Чисто на трех Площадках На соцсетях Будет рекламироваться Понимаете Хорошая реклама Где уже вообще Сплошь и рядом На всех этих Книжных Сайтах Везде То надо 25 что ли 25 по моему Тысяч За рекламу Но это на ряды роток И они тебе все это сделают Только платите денежки Как называется Вот Поэтому у меня нет таких бабосов Ну я тут решила Думаю Блин Самая востребована литература Это фэнтези И фантастика Никогда в жизни Ничего не сочиняла Все брала из жизни Вот Не выдумывала Ну вот кроме сказок И то сказки у меня Сами знаете Кто читал На канале есть Кто слушал Вот Читка есть там На канале видео Где я читаю сама И Есть у меня На свик Не помню На свик тоже по-моему Нет На свик у меня нет Кстати Надо на свик сказки закинуть Или есть Не помню Но не важно Это международная тоже Такая площадка Те кто любит читать Ну что это такое получилось У меня Что есть такое От Немножко Оторвем Так Ну и короче Решила Я думаю Надо заняться Фантастикой Потому что Это востребовано Что нибудь Насочиняю Такое Суперское Незнакомое Никому Знаете почему Потому что я сама Ничего не читала Подобного Вот кроме Вот эти Через тернии К звездам Смотрела Когда-то в детстве Вот Ну в юношестве Больше никогда Никакой фантастики Я не читала И поэтому Я бы Насочиняла Такого Что нигде Не точно Вот И что вы думаете Что-то я села И давай Короче Крутить мозги Свои Думаю Что б такого Туда-сюда И ржачка Меня такая Разобрала Думаю Господи Боже мой Ну как это Можно читать Блин Надо же сначала О самом почитать Чтобы понять В чем прикол Вообще Что это такое И с чем его едят Ой И все Я бросила Плюнула Это дело Потому что Не могу я Мне смешно Понимаете Вы думаете Всякую Хренотень Которую Люди убиваются Не знаю Я Ну философия Да Мистика Я могу написать Потому что Я мистик Вот Кто не знает Хотя Наверное Мало Кто из моих Из моих Зрителей Знает Что я мистик Вот Я почему Об этом не говорю Потому что Люди очень быстро Цепляют За эту информацию А мне это не надо Я могу Вот допустим Что-то кому-то Предсказать Только близким Со всем людям Которых я очень хорошо знаю Поэтому Это дело Очень серьезное Это не шутка Поэтому Когда я об этом Не говорю Мне это не нужно Для этого есть В интернете Всякие Ясновидящие Знатоки Для меня Мистика Интересна тем Что раскрывается Мир Настоящий Мир Все его чудо Все его загадки Понимаете Вот что такое Для меня мистика То что дары Вот эти все Это все дается всем Всем Я вам серьезно говорю У всех есть Допустим Дар Предсказания Дар ясновидения Я вам серьезно говорю У всех У всех Потому что Человеку Это дано Надо просто Развивать А самое Настоящее Развитие Пойдет Если вы Приблизитесь В природе Наблюдайте За природой И вам Воздастся Так Включаю Плиту Наливаю Растительное масло Ну Вот так Наверное Чтобы хватило Да Творог берет Ну нет Сырники Сильно жирными Не бывают Так Ну что Сейчас я вот это Вот сюда перестану Хочу помыть миску А то я сейчас Наляпаю Будут мокрые Вот такие Кобзюльки Бзюльки Получились И пока нагревается У нас сковорода Я помою мисочку Самое важное Что хочу сказать О мистике Когда принужденно Это не есть правда Понимаете Когда допустим Вас спросят о чем-то Ну там Ну вы понимаете Да То это получается Принужденно Это очень тяжело И сложно Поэтому Все это ерунда Я в это не верю Самое настоящее Когда человек Который это умеет делать Он просто сам говорит Что-то видит Что-то чувствует И он сам Об этом говорит Не вещает Никому Вообще никогда Никому ничего Не рассказывает По крайней мере Ну я считаю Что так должно быть Он говорит Только конкретно Тому человеку Кому Должно быть Это обращение Ну Поэтому Когда просят Это все бред Это все выдумки Это все ум Ум у нас настолько Изворотлив Он найдет Такую лазейку И такое вам выдаст Что вы действительно Поверите Понимаете Этим пользуются Кстати астрологи Да простят меня астрологи Вот Не все конечно Я не говорю Но шалатанства В нашем мире Очень много Поэтому Друзья мои Я пошла мыть Миску Так друзья Уже шкварчит Короче говоря Поехали Да поможет нам Вселенная Пусть будут вкусные Пропеченные И очень Очень Ням-нямки Сейчас у нас Ну не сильно Конечно Раскалена Сковородка Так Ну это знаете Как-то Блин Я не знаю Что с ними будет Сейчас я вот этот Вытяну Немножко Все Вот столько Хватит Вдруг они Прилипнут Или еще что-нибудь Вообще Не знаю я Будем смотреть Видите Не двигаются Значит Уже прилипали Ну вот сколько Я масла Набухала Да Так Сейчас мы посмотрим Что у нас С одной стороны Поджарится Когда А потом уже будем Может быть Мы их Накроем Кричкой Сейчас пока Сковородка Еще не сильно Разогрелась Ну с опять 20 Ну вот сейчас Хотя конечно Все эти месяцы В это время Уже было 30 Вообще Сколько Время Ну 9 Вечером Ноги Замерзли У меня Пойду Тапки Одену Друзья В Сибири ходят В таких тапках Других Вы не выживете Ну и конечно В толстых носках Чтобы Тапки Вот такие Надо Вот у меня 36 размер А надо покупать 39 Чтобы Три Пары Толстых носков Ой Влезли В 39 размер Вот так Тапок Тогда вы будете Балдеть От тепла О смотрите Они раздуваются Видите Поднимаются Ну-ка Сейчас я гляну Что тут у нас О нормалек Они не прилипают Отлично Хорошо Давайте Накроем Сейчас я прям Крепко накрою И посмотрим Что у нас получится Ну это же все Впервые Поэтому Надо же Как-то Намострячиться Это все Что за слово Такое Намострячиться Кстати С детства Помню Ну взрослые Кто-то говорил Из взрослых Ну своих Из близких Не помню Намострячиться Или да Украинское слово Вы кстати Заметили Что я Иногда Использую Украинские слова Знаете почему Потому что С 3 что ли По-моему Или с 4 До 7 Я разговаривала На украинском языке Да Я жила на Украине В Черниговской области Вот И разговаривала На украинском языке До 7 лет Почему до 7 Потому что В 7 лет В первом классе Я пошла уже В СССР Вот Мы переехали Я пошла уже В СССР Но На русский Я сразу перескочила Проблем у меня с этим Не было Ну какое-то время Я конечно Гыкала А потом Сказала себе Так светло Хватит гыкать Хотя Может и бывает Так Смотрите Как красиво Они у меня Перевора Ой какие красивенькие А пахнут они Очень Необыкновенно Друзья Это просто Я не могу Сказать Чем они пахнут Они пахнут И творогом И И картофелем И получается Такой Аромат Как будто Пирожки Правда Вот аромат Такой пирожковый Как будто Я пирожки Жарю Правда Посмотрите Какая красотища Сейчас я все-таки Накрою Я наверное буду Все-таки Под крышкой готовить Ну Дабы они Полностью прожарились Потому что я что-то Побаиваюсь Сейчас Они пожарятся На сильном огне Да Чтоб они сразу Поднялись Потому что Если на маленьком огне Они не будут Подниматься Нужно Чтоб они поднялись Потом Ну Под крышкой Они уже Прожаривались Внутри Пропекались Как бы Под жаром Потому что Если они не поднимутся Они точно не пропекутся Можно только так Сильно-сильно Сжечь Ну да Пар Это кстати Вот Недостаток Тому Что накрываешь Крышкой Это Опасная Такая штука Поэтому Если вы будете Готовить Что-то под крышкой Жарить То обязательно Угрите животных И детей От плиты Сами будьте Осторожны Это дело Такое Поэтому Сейчас я уже При вас Это все делаю Дабы не быть Голословной Чтобы весь процесс Вы видели Как что у нас Получается Ой запах Вообще неимоверный Что такое Неимоверный Не знаю Запах Очень приятный Правда Как будто Пирожки жарятся Очень вкусно Мне кажется Что они Очень вкусные Будут Очень необычные Вкусные Главное Чтобы прожарились Смотри Что очень важно Прекрасно понимаем Да Влажность картофеля Вот Творог Это ладно Творог Он Ему и готовится Не надо Он уже готовый продукт А вот Вот эта вот Влажность картофеля Надо картофель Чтобы Внутри Прямо хоть Пропарился Немного Чтобы капитально Прогрелся Я не говорю Там Приготовился Да Потому что В драниках Тоже картофель Не готовый Он там Хорошо прогрет Потому что Горячий сыр Мне кажется Как бы не смешно Это не звучало Вот Главное Чтобы это прогрелось И даже Если картошка Аль денте Она очень вкусная Кстати Последнее время Что-то я вообще Так мне нравится Картофель аль денте Когда она так Вот Прямо чувствуется Что это картофель Она не сырая И в то же время Не переваренная Но Очень вкусная Надо посмотреть Потому что Все-таки У нас Большой огонь Знаете Я бы вот так Еще сделала Вот так Только уже Без крышки И наверное Все-таки Я убавлю Хотя Ладно Я сейчас Немножко Мука горит Да Наверное Надо немножко Муку отряхивать С этих Я боюсь Если ее отряхнешь То Прилипать будет Ну ладно Сейчас все в процессе Я буду смотреть А так они красивенькие Правда Получаются Ой ну вообще Очень вкусно пахнут Я думаю Наверное Надо будет их Хотя Хотела сказать Накрыть Когда здесь они будут Видите Я поставила блюдо И Бумажное полотенце Положила Не поклала А положила Замечания делают Ложить Говорить нельзя Иначе все говорят Поклала Вот Кто Снимает блоги Да Я уже заметила Очень многие Не говорю что все Очень многие говорят Поклала Это неправильно Нет такого слова Есть класть А вот ложить нет А положить И есть А покласть нету Простите меня За тавтологию Короче Ну все Надеюсь Ох какие Красавые Как лямон И в темно-синем Манке в душе Он говорит Пойдем Пойдем Не-не-не-не Я пить не стану Я только квасу Напилась Альф Пришла к тебе По вкусу Веди в кино Меня сейчас А что такое я пою? Фигня А что такое я пою? Милашка Касочке подходит Билета В парочку Берет И он меня Как королеву На самый первый ряд Ведет Это мы во дворе Пели Такие песни Ай Света Блин Все Я наверное уменьшаю Все-таки на четверку Я боюсь Что у меня сейчас Сразу загорятся Они Вот Учитываем Что они немножко Поднимаются Так Ну все Короче Так Или еще Одно Нет Хватит Все Закрывай Окрышкой Все друзья Буду жарить Уже Как говорится Без вас Так друзья Давайте посмотрим Вот они немножко Остыли Что у нас тут Из них вышло Получилось То есть Да Они пахнут Вообще Ой Горячие конечно Разламывать Будет горячо Посмотрите Они Очень мягкие Внутри А вот эти Вообще Сильно Очень Поднялись И пропеклись Или они такие Должны быть Все таки Это же все таки Сырник Смотрите Вот он такой Очень влажный Внутри Как это там Господи Драник Горячий Так Ой Сейчас минутку Сейчас я вот эти Вытащу Потому что Я уже второй раз Их переверну Вот эти кстати Очень сильно Сначала поднялись Это хорошо Они наверное Ну короче Я так думаю Что они такие И будут Влажные Внутри Потому что Это все таки Немножко подливаю Все время Все таки Это Очень влажная У нас Выпечка Сама по себе Так А что у нас тут Раз два три Четыре А здесь три Осталось Сейчас поменьше Все Так Все Накрываю крышку У меня на четверке Так И смотрим Что у нас здесь Так 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 Да Друзья Поймем Внутри Как драник Творог Почувствует Только тот Кто Ну кто Действительно Знает Отлично Вкус творога А так Человек Даже не поймет Он просто Может подумать Что В драник Много Добавлено Муки Это Очень вкусно Даже Можно без Ничего есть Потому что Они внутри Влажные Я им Без сметаны Без соуса Это Офигенно Вкусно Видите Внутри Пористый Все Но Влажные Потому что Все таки Картошка Вот Если Может быть Одно Добавить Картофель Может быть Этого Хватит Ну Это Очень Вкусно Это Очень Необыкный Вкус Бояться Влажности Не надо Потому что Творог В любом Случа Его можно Есть Как Сырым Как Сырым Так И Жареным Но Картошка Она Готова Абсолютно Она даже Не ардента Она очень Мягкая Здесь На зубах Картошка Не чувствуется Она просто По вкусу Картошка Ой Сухо Это Очень Вкусно Это Необыкновенно Вкусно Вообще Я не знаю Как это Вам передать Но Вы пробуйте Я серьезно Вам говорю Если Вы боитесь Добавьте Допустим На 200 грамм Творога Одну Картофелину Режу Морковка По-моему Такие Красивые Не серые Получились Очень Вкусно Но Я бы Рекомендовала Кушать Горячими Вот Можно Даже Знаете Что Сделать Уложить На Форму Да И Залить Яично Сметаной Смесью Прямо Взбить Яйца Со Сметаной Не Сгустой Сметаной Залить И В духовке Запечь Это Будет Вообще Это Будет Бомба Друзья Жаль Что Я не могу Себе Такого Позволить Конечно Ну Хотя Б С вами Делюсь Своими Фантазиями Ну Это Бомба Это Очень Вкусные Штуки Это Очень Вкусные Штуки Очень Вкусные Оладушки Очень Это Вообще Ням-нямка Очень Горячая Все Ням-ням-нямка Очень Ням-нямка Все Дожариваю Кстати Друзья Пока Второе Дело Я подумала Что Можно Меньше Добавить Муки Творог Короче Говоря Часть Картофеля И Буквально Несколько Ложек Муки Вот На Такое Количество Может Быть Пол Стакана Может Даже Меньше Конечно Вязкость Будет Очень Такая Сложная Сложно Будет Сформовать Но Зато Уже Точный Сырник Получится Вот А у нас Тут уже Не сырник Получился У нас Такое Необычное Такое Вкусняшка Друзья Что я решила Сделать Для того Чтобы уже Без Сомнений Это все Было Очень Вкусно И Прожарено Я Хочу Немножечко Прогреть Всю Эту Массу Вот Наливаю Немножко Растительного Масла Добавляю Чуть Сливочного Масла Чтобы Такой Купажик Был И Хочу Вот Эти Все Наши Вкусняши Экспериментальные Лучше Конечно Делать В духовке Но Я Что-то Не буду Заморачиваться Сейчас Форму Надо Будет Не Тут Марать Я Не буду Вот Делаю Купаж Растительного Сливочного Масла Потому что Это будет Вкусно Если У вас Есть Оливковое Оливковое Смешайте Со Сливочным Помыть Сковородку Обязательно Помыть И теперь Укладываем Вот так Укладываем Наши Вот эти Вкусные Оладушки Вот Обязательно Укладываем Все В сковородочку Все 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 Вот Того Чтобы Они У нас Уже Сто Процентов Приготовились Вот так Они Сейчас Я Закрываю Крепко Плотно И Они У меня Просто Блин Под крышкой На Минимальном Огне На Троечке Вот Минут Десять Думаю Прогрева Хватит А я буду Заканчивать Мое Видео Друзья Желаю Вам Кулинарного Вдохновения Радости Бытия Благодарных Ядоков Ходите По ссылочкам Ставьте Дизлайки Ставьте Лайки Лайки Конечно Не надо Но Лайки Ставьте Вот Покажу Вам Красоту Было Видно Звоните В колокольчик Делитесь В соцсетях Оставляйте Мои Вкусные Полезные И Неординарные Рецепты В плейлистах Желаю Всем Кулинарного Вдохновения Радости Бытия Друзья Мы Любите Жизнь Она Обязательно Ответит В взаимности Всем Самого Доброго До Встречи Чао Какао Редактор субтитров